В Иванове появится новый микрорайон. В мэрии прошли публичные слушания по подготовке документации для планировки территории города Иваново в районе Кохомского шоссе. Проект был опубликован 4 мая. Ознакомиться с ним и внести свои предложения могли все желающие. В ограниченном направлении, как я уже зачитала, дорогу Кохомское шоссе, Кохомское шоссе, улицы Домастратур, реку Иувадь. Документация по планировке территории разработана с учетом положения генерального плана города Иваново, утвержденного решением Ивановской городской думы. Пока план территории выглядит так. Согласно ему, здесь будет вся необходимая для жителей инфраструктура. Проектом предусмотрено размещение трех многоэтажных жилых домов, четырех общежитий, часть из которых будет принадлежать Министерству обороны. Также в планах строительство школы на 350 учащихся, магазинов, гостиниц, семейного сквера. В перспективе детский сад на 120 мест. Территория в границах проекта планировки по функциональному использованию подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. Селитебная территория, предназначенная для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений, имеет значительную резервную площадь и тенденцию к дальнейшему развитию. До удобства горожан запланированы объекты системы транспортного обслуживания, два многоуровневых наземных паркинга. Необходимо проложить новое шоссе. Именно это вызвало наибольшее недовольство местных жителей. Трассу хотят проложить через центр будущего микрорайона. Эта дорога проходит прямо на моем огороде, в котором я имею свидетельство о собственности, кадастровый номер. Выкупили некоторых огородов в конце наших огородов. Они сейчас строят. Пусть для себя тогда откроют свою дорогу с той стороны. Не через пятом домом, который там в этом доме и живут. Жители просят проложить дорогу в другом месте. Однако специалисты утверждают, трасса, которая станет объектом регионального значения, не затронет ни одного садового участка. Дом не попадает на придомовую территорию дома номер 3 и дома номер 5. И, по-моему, он даже проходит еще дальше. Там какая-то большая газовая труба, он, по-моему, даже дальше нее. Поэтому я думаю, что жителям это не доставит каких-то проблем. Поскольку в близлежащих районах много школьников и пожилых людей, жители будут наставить на том, чтобы безопасность пешеходных зон была обеспечена. Все предложения ивановцев внесены в протокол. Результаты представят главе города. И уже тогда будет принято окончательное решение. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.